Всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать о нескольких средствах, которые я протестировала недавно. Все они натуральные, все они доступные в цене, недорогие, что-то понравилось, что-то нет. И хочу поделиться своим мнением. Здесь у меня из всего, что будет, представлено две марки. Одна это солнечный свет и вторая венец Сибири. Я уже раньше рассказывала о некоторых средствах данных фирм, где я заказывала, что я заказывала и понравилось или нет. И вот продолжая тестировать эти косметические продукты, я хочу рассказать еще о некоторых средствах, которые я попробовала. Первое, с чего мне хочется начать, это вот такой крем-скраб от фирмы Солнечный Свет. Довольно-таки большая банка в 300 мл. Вот так вот он выглядит внутри. Это у меня ананасовый крем-скраб. Запах просто вообще обалденнейший. До этого я брала себе такой же, но авокадо-клупника, вот там мне запах не понравился. По своим действиям скрабы, что тот, что этот, полностью идентичные. Ну, расскажу про этот скраб. Попользовалась я им еще немножко, но уже поняла, что он совершенно по своему действию такой же, как у меня была клупника-авокадо. Разница только в цвете и в запахе. Вот этот гораздо мне больше понравился, приятнее процедуру с ним проводить. Вообще сказано, что он подходит и для лица, и для тела. Честно говоря, для лица не использовала ни разу, не пробовала, не решилась, что-то как-то я опасаюсь. Но для тела мне безумно понравился. У него небольшие скрабирующие частички, но они не растворяются в воде, то есть это не сахар и не соль. Они остаются в течение всего процесса скрабирования. Скрабируют прекрасно, но в то же время не раздражают, не травмируют кожу. Кожа нежная, очень гладкая, даже увлажнение присутствует. Кажется мне, что небольшое есть питание. Легенькое, совсем такое слабое, но оно все равно присутствует. Кстати, сказано, что содержит масло виноградной косточки. Еще вот данный скраб. Вся аннотация, что и чего, какие скрабы бывают, для чего нужны. Здесь вот прикреплена такая бумажка на веревочке. В принципе, удобно. Можно достать, почитать и посмотреть. Прекрасный продукт, очень понравился, надолго хватает. Как вы видите, второй раз заказываю, но только с другим запахом. И уверена, что закажу еще. Следующее, что из продукции «Солнечный свет» я в себе взяла. Это крем-бальзам для ног. У меня смягчающий, дезодорирующий. Взяла его не то, что по отзывам, а по совету сотрудников, менеджера, с которым я связывалась. А мне она посоветовала взять вот из этой серии. У них это новинка такого плана бальзамчики. Баночка довольно-таки большая, объемом 125 мл. Вот так вот выглядит сам крем. Ну, запах такой хвойный, довольно-таки приятный, я скажу, ну, для крема для ног. Очень экономный, достаточно совсем капельки вот этого средства. Он довольно-таки жидкий, приятный, такая какая-то кремово-суфлейная, что ли, консистенция. Очень нежный, очень приятный. Он достаточно хорошо впитывается, прекрасно увлажняет, ухаживает за ножками. Я какого-то сильного дезодорирующего эффекта не заметила, но смягчение и увлажнение просто прекрасное. Сначала я думала, что он слишком слабый и как-то ничего не делает. После недельного применения поняла, что кремом работает. И очень он мне понравился. Мне понравилось состояние ног, которое стало после его использования. У него также хороший состав. Сказано, что оказывает антибактериальное, противогрибковое и противовирусное действие. Проявляет противовоспалительные, ранозаживляющие, смягчающие свойства. Обладает дезодорирующим эффектом. Хороший крем, действительно понравился. И думаю, что когда закончится, возьму какой-нибудь еще, потому что линейка там довольно-таки большая. Вот этих вот средств. Следующее, что я попробовала, это уже из серии, из марки вернее, Венец Сибири. Вот такая паста. Космодент. У меня она уже, как видите, закончилась практически, может быть, на одно применение здесь еще можно что-то выдавить. У меня это восстанавливающая паста. До этого я брала нежную, такого же плана, из этой же серии. Она мне очень понравилась. У меня вообще и десны, и зубы очень чувствительные. Кровоточат. Так вот, та паста прекрасно справилась со всеми проблемами. Хотела взять ту же нежную, но ее не было. Поэтому взяла попробовать восстанавливающую. Она, кстати говоря, имеет очень такой неприятно-коричневый цвет, с небольшими вкраплениями, которые чувствуются во время чистки зубов. Они ощущаются, вот эти вот крупинки. Сама паста совершенно не имеет какого-то мятного вкуса, не освежает она дыхание. Вот этого как раз в этой пасте не хватает. Но за зубками указывает прекрасно. Во время, когда я чистила эту пасту, у меня никаких проблем не было в плане чувствительности, десен, зубов, кровоточивости. Ничего этого я не обнаружила. Единственное, что мне не понравилось, вот эти вот крупинки во время чистки зубов. Ну, как-то некомфортно они... Ну, мне было некомфортно с этими крупинками. И не понравилось то, что не хватает именно свежести, вот этой мятности какой-то. Ну, в принципе, те, кто не любит мятные пасты, или кто просто хочет отдохнуть от них, сменить и попробовать что-то другое, то да, я посоветую эту пасту, потому что действительно она работает, она хорошая, она достойная. Отличная паста. Следующее, что из фирмы Венец Сибири я взяла, это гель-мусс, очищающий для умывания, для сухой и нормальной кожи. Серия Долголетие, коллагеновое омоложение. 120 мл. По консистенции это не гель и не мусс, больше похоже на молочко, но такое не густое молочко, а немного разбавленное водичкой, что ли такое, или вот гелем разбавленное. Но в своей обычной консистенции, как вот гель бывает или как мусс, то вот это средство не похоже на него. Мылиться плохо, практически не образует никакой пены, но очищает хорошо. То есть, если провести ватным диском потом по лицу, диском с тоником, то лицо чистое, никаких загрязнений нету. Не знаю, как смывает водостойкий макияж, я им не пользуюсь, но обычный макияж смывает вполне. Да, неплохой гель-мусс, можно взять на пробу, но что-то сверхъестественного от него я не увидела. Ну, в принципе, он работает, он действительно не сушит кожу, он такой мягкий, очень-очень нежный, он очень деликатный. И со своей задачей справляется. Цена очень-очень, кстати, хорошая у него. Следующее, что я взяла, это скраб фруктовый для локтей и ступней. Тоже венец Сибири. Также 120 мл. Такой вот тюбик. Вот этот скраб не поняла вообще. У него очень маленькие скрабирующие частички, которые для ног и для локтей, они практически не чувствуются, они практически не справляются со своей задачей. Да, немного они отшелушивают, немного делают нежнее кожу. Но, как по мне, то вот его недостаточно. Он такой кремообразный и с вот этими маленькими вкраплениями, скрабирующими частичек. Не знаю, мне кажется, он больше подойдет для, возможно, кистей рук, потому что такое нежное идет скрабирование. Но для ног и для локтей слишком слабый. И использовать его, кстати, можно от... Не можно, а нужно 2-3 раза в неделю, как здесь говорится. Ну, я так, наверное, использую пару раз в неделю. Но массировать его нужно в течение 3-5 минут. Ну, наверное, может быть, я так долго не массирую. Может быть, в этом, конечно, дело не хватает у меня терпения. Но пока я его не поняла, пользуюсь. Да, пользую, конечно, до конца. Но, не знаю, советовать не буду, потому что эффект не заметила. И последнее, что у меня осталось. Это маска-скраб с бодягой для нормальной жирной проблемной кожи. Честно говоря, брала ее... Я думала, что это обычная маска. Но сейчас покажу, что она из себя представляет. Когда я открыла коробочку, то я увидела там вот пакетик с таким порошочком. Оказалось, что ее... Ну, видимо, я не очень внимательно почитала на сайте, когда ее покупала. И, оказывается, ее нужно, этот порошок, разводить до консистенции сметаны с водичкой. И нужно наносить на лицо. Наносить всего на 5-7 минут. И потом смыть водой. Сначала теплой, потом прохладной. Ну, как вот по рекомендации. У него очень хороший состав. Нету ничего там вредного какого-то. И вот эта маска меня удивила вообще полностью. Начнем с того, что... Ну, я не люблю что-то смешивать. Это лишние какие-то там... Затраты времени. Обычно я люблю, что побыстрее используется. Но, тем не менее, сначала меня расстроило вот этот факт. Потом, когда я ее размешала и стала наносить на лицо, она постоянно сваливалась с лица. То есть, очень было мне удобно. Как-то она не быстро крепилась на лицо, прилипала. Она сваливалась, солилась, приходилось еще раз. Потом опять что-то падало. Ну, в общем, какие-то сложности мне вот в этом не очень понравилось. Но потом, когда после использования, когда там прошло 5-7 минут, и я ее смываю, я была в шоке. Лицо просто вообще идеальное. Оно настолько ровное, настолько гладкое. Поры сузились, они очистились. Кожа ровная. Вот как у ребенка, я не знаю, у маленького ребенка, то вот настолько идеальная кожа после вот этого средства. Какие-то воспаления, оно гасит, покраснение убирает. И при всем при этом не сушит совершенно лицо, совершенно кожу. Она нежненькая, она такая увлажненная. Она просто ухоженный вид, ухоженной, ровной, без проблемной кожи. В восторге вот от этого средства. Как оно меня сначала расстроило, и какой результат оказался в итоге. Сейчас это моя вообще любимая масочка. Очень и очень мне понравился эффект. Действительно, ее советую. Советую приглядеться, потому что стоит она не дорого, а эффект обалденный. Ну, во всяком случае, для нормальной жирной проблемной кожи она подойдет однозначно. Не знаю, как насчет сухой. Возможно, и будет подсушивать. Но у меня кожа в разные периоды разная. Бывает иногда жирная, иногда нормальная. Иногда даже бывает сухая. Но еще не пробовала я в период, когда кожа была сухая. Во все остальные моменты прекрасно подошла. Отлично работает. И я в восторге от этой масочки. Вот это вот все, что я приобрела из этих двух марок, что я попробовала. Надеюсь, видео мое было полезным. Всем спасибо за внимание. Всем пока и до новых встреч.